Если вы не уделяете внимания тому, что я говорю, разве вы поймете, о чём речь? Нет. Так происходит во всех сферах жизни, не так ли? Если вы невнимательны, вы не знаете, что вы едите, не знаете, чем дышите, не знаете, что происходит. Большинство людей не заметят аромата цветов или чего-то ещё. Они просто ходят, как каменные. Или, скажем, как быки. Быку поклоняются на фондовом рынке. Так что это эволюционный откат. Если вы ходите, как бык или медведь, это эволюционный откат. Вы эволюционировали, чтобы стать человеком, на это ушли миллионы лет, и теперь вы хотите вернуться назад. Уникальность человека в том, что мы делаем то же, что и животные. Но мы можем делать это осознанно. Это существенная разница. У вас не получится действовать осознанно, если у вас нет достаточного внимания к тому, что вы делаете или не делаете. Особенно к тому, что вы не делаете. Вы должны быть абсолютно внимательны к этому, иначе это проникнет в вас. Синдром дефицита внимания возник из-за представления о том, что образование — это информация. Сейчас вся идея системы образования заключается в том, чтобы завалить вас информацией. Чем больше информации вы накопите в уме, скажем, с детства, тем сильнее снизится его способность быть внимательным. Потому что информация дает вам ложное ощущение, что вы знаете все, но при этом вы не знаете ничего. Сейчас это стало модой. Сегодня, если вас пригласят на званный ужин, вы начнете искать информацию в Google о сотнях миллиардов галактик. Все они пронумерованы по порядку, у каждой свое название. Галактика 556 Бизи. О ней вам известна некоторая информация. Вы читаете в Google два предложения о ней и идете в гости. Кто бы ни заговорил с вами, вас спросят, как поживаете, а вы знаете об этой галактике, которая находится в триллионе световых лет от нас, Би-Би, как ее там, неважно. И начинаете говорить о ней. Все думают, что вы умные. В этом сейчас вся проблема в мире. Информацию мы принимаем за интеллект. Предпринимателю или кому-то, кто хочет знать, как действовать в любой ситуации, нужен интеллект. А не только информация. Информация будет полезной в дополнение. Но именно интеллект позволит вам разбираться в конкретной ситуации уникальным образом. Мы же принимаем информацию за интеллект. Когда вы нагружаете себя слишком большим объемом информации, быть внимательным — серьезная проблема. Как только вы теряете внимательность, как только у вас пропадает способность удерживать внимание, вы также теряете возможность доступа к вашему интеллекту. Вы просто берете информацию из памяти. Был такой замечательный случай. Вы слышали об Эндрю Карнеги? Когда Эндрю Карнеги основал свое предприятие, за короткий промежуток времени он стал очень успешным и заработал много денег. В то время, чтобы вы понимали, это не эпоха Google, Facebook или Twitter, когда за два года люди становятся мультимиллиардерами. В те дни, чтобы заработать деньги, люди должны были наладить производство то и это, на это требовались десятилетия или поколения. Этот парень заработал очень много денег за короткий промежуток времени, и правительство США заподозрило, что он совершает противозаконные действия. Поэтому они создали Сенатский Следственный Комитет. Его допросили всеми возможными способами, но не нашли ничего противозаконного в его бизнесе. Тогда они спросили, как вам удается зарабатывать столько денег и быть таким успешным? Эндрю Карнеги ответил очень просто. Понимаете, я могу сосредоточить ум на чем-то в течение пяти минут подряд. Пяти минут. Кто-нибудь из вас может это сделать? Все сенаторы подумали, что за проблема, всего пять минут. И он провел эксперимент. Они пытались удержать свое внимание, но не могли удержать его и в течение нескольких секунд. Внимание рассеивалось. Такова судьба большинства людей. Тогда он сказал, вам не следует управлять Соединенными Штатами. Среди человеческих способностей есть нечто, называемое читты. В английском языке ум — это ум. В основном вы рассматриваете память как ум. В йогической системе существует четыре основных аспекта ума. Я не буду вдаваться в подробности, но память имеет наименьшее значение. Именно читта, которая связана с сознанием, является наиболее важной. Если вы найдете форму для своей читты, эта форма будет проявляться всегда, потому что она наделена силой материала, из которого формируется жизнь. Из-за нехватки слов мы называем его сознанием. Это то, что является основой жизни. Стоит вашему уму связаться с этим, он принимает форму, ум подобен облаку. Вы можете придать ему любую форму. Вы можете сделать его богоподобным, можете сделать из него дьявола, свинью, можете сделать из него все, что угодно. Это неопределенная вещь. Поэтому какую бы форму вы ни придали своей читте, она всегда будет проявляться в мире, потому что за ней стоит энергия, творящая жизнь. Так что читта — самый важный аспект ума, не память. Память важна для взаимодействия с материальными аспектами. В конце концов, предприниматель, возможно, просто пытается справиться с материальными проблемами. Это ничего. Я бы хотел, чтобы жизнь предпринимателя превратилась в захватывающее приключение, где процесс исследования новых возможностей становится действительно новыми возможностями в его опыте, а не просто экономическими возможностями. И в жизни предпринимателя есть такая возможность. Он может превратить свое предпринимательство в духовную возможность и в духовный рост или развитие самой сущности, что, как мне кажется, должен исследовать каждый. Вот почему мы пытаемся привнести духовный элемент. Успех придет легко не благодаря какому-то волшебству, а просто потому, что вы реализуете весь свой потенциал. В школах есть так называемые гонки на трех ногах. Хотя у вас три ноги, вы бежите медленнее. С двумя ногами вы бежали побыстрее, не так ли? Арифметически с тремя ногами вы должны стать более эффективными. Но это не так. Больше информации означает, что вы нагружаете свою память тем, что не является вашим, и отождествляете себя с этим. Чем больше вы это делаете, тем менее эффективными становитесь. Но сейчас вся идея образования — это информация. Также есть интернет. 12-летний ребенок знает, как называется галактика, расположенная в триллионе световых лет отсюда, что не очень хорошо для него. Потому что это не знание. Это не приносит никакой пользы. Это только для хвостовства. И прежде всего, это отнимает у вас способность быть внимательными. Потому что основа внимания — это осознание того, что вы не знаете даже крупицы во Вселенной. В целом, вы не знаете даже и атома. Поэтому вы можете быть внимательными. Если вы думаете, я это знаю, вы не можете быть внимательными. Именно информационная высокомерие приводит к дефициту внимания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok